Всем привет ребят, с вами Megabzor.com, сегодня с вами изучим новый смартфон Asus Zenfone Max Pro. Он уже появился на российском рынке, вышло две версии, одна 3 и плюс 32 гигабайта, вторая 4 и плюс 64 гигабайта, стоит 14 тысяч и 16 тысяч соответственно. Более подробные цены и характеристики представлены по ссылке в описании к этому видео. В комплекте с смартфоном покупатели получают зарядное устройство, микро-USB кабель, скрепку для лотка SIM, руководство пользователя и гарантийный талон. Выполнен смартфон в стильном и аккуратном корпусе, заделанном на премиальность. Модный дизайн с вытянутым дисплеем. Крышка металлическая, корпус неразборный. В отличие от большинства моделей конкурентов, здесь выдвижной лоток можно будет поставить сразу две SIM-карты и карту памяти одновременно, без необходимости выбора приоритетов. Потенциальный покупатель сможет выбрать между серебристой и черной версией исполнения. Тестируемый нами вариант не подвержен загрязнению следами пальцев. В верхней зоне крышки расположен сканер отпечатка пальца. Он немного утоплен относительно основной рабочей плоскости. Хорошо определяется слепым методом. Проблем с работой сканера в Asus Zenfone Max Pro за время длительных тестов замечено не было. В памяти можно хранить несколько пальцев. Также поддержка технологии Face Unlock. Выше в углу выступающий блок основной камеры с двумя линзами. При размещении смартфона на ровной поверхности, этот элемент выступает точкой опоры. Предполагаем, что в ходе длительной эксплуатации будут собираться царапины. На нижнем торце микро-USB, аудиоразъем, подпроводное подключение наушников, решетка динамиков и отверстие основного микрофона. Выбор не в пользу USB Type-C, странный и спорный. Основной микрофон дополнен микрофоном шумоподавления. Находится он на верхнем торце. Asus Zenfone Max Pro передает звук во время телефонных разговоров чисто, без искажений. Фронтальная сторона зачинает стеклом с закругленными углами. Есть олеофобное покрытие. Поверхность экрана приятно тактильна. Скольжение без ощутимого сопротивления. Порадовало отсутствие моноброви. Верхняя и нижняя рамка тут уменьшены ширины. Ряд сенсорных кнопок перенесен в интерфейс. Сверху разговорная шутка динамика, объектив фронтальной камеры, датчики приближения и освещения. Изображение вводится на 6-дюймовый дисплей с отношением сторон 18-9. Разрешение экрана составляет 2160 на 1080 пикселей. Экран для своего ценового сегмента хороший и фактически соответствует флагманам прошлого года. Углы обзора широкие, это IPS-матрица. Есть хороший запас максимальной яркости. Летом под прямыми солнечными лучами изображение хоть и слепнет, но остается читаемым. Цветовой баланс визуально смещен в холодные тона. Сенсорный слой распознает нажатие точно. Установлена платформа Qualcomm Snapdragon 636, обеспечивая производительность выше, чем у одноклассников. Под крышкой процессора 8 ядер Creo 260. Графика Andreno 509. В зависимости от приобретенной версии, пользователю будет доступно 32 или 64 ГБ. Место под приложение 3 или 4 ГБ памяти. К тому же сохранена поддержка карт памяти. Поддерживается работа в сетях LTE, максимальная скорость до 400. Проблем в работе с сим-карт замечено не было. Bluetooth 5.0 с поддержкой передачи звука высокой четкости. Wi-Fi модуль ограничен только диапазоном 2,4 ГГц. NFC чип поддержит бесконтактные платежи. Весомое преимущество относительно модели близко ценового сегмента из Китая. На холодный старт навигационного модуля уходит 10-15 секунд. Точность пенсионирования даст возможность эксплуатации в качестве навигатора. Не забыли продумать удобство эксплуатации, обеспечив достаточно хороший автономность. Под крышкой расположен несъемный аккумулятор, емкость 5000 мАч. В тесте PCMark получен результат 16 часов 18 минут. Более 10 часов просмотра видео в высоком разрешении. Поддержит технологии быстрой зарядки. На восстановление заряда комплектным адаптером уйдет 2,5 часа. Основная камера тут с двумя модулями. Один с обычным углом обзора, второй широкоугольный. Диафрагма 2,2. В приложении доступны эффекты обработки и детальные настройки. Вторая камера с разрешением 5 Мп. Используется она тут для создания мягкого боке. Точка фокусировки и степень размытия выбирается пользователем. Качество получаемых кадров хорошее. Такими снимками можно будет смело делиться в социальных сетях и мессенджерах. Поддержит съемка в 4К разрешении. Фронтальная камера 8 Мп. Диафрагма 2,2 без автофокуса. Есть режим украшения лица. Asus Zenfone Max Pro может похвастаться чистой операционной системой Android 8.1 без сторонней оболочки и рекламных включений. Пользователь сам сможет решить, чем будет заполнена ограниченная память своего смартфона. Хотя одно дополнительное приложение все же есть. Утилита от Asus пригодится для получения сервисной технической поддержки. Как итог, Asus Zenfone Max Pro один из лучших вариантов при выборе смартфона в ценовом сегменте до 15 тысяч рублей. Преимуществом относительно моделей, представленных официально в российских магазинах, будет уровень быстродействия. Чистый Android 8.1 без оболочки и бесконтактные платежи. Также он успешно конкурирует и с серым каналом из Китая, предлагая гарантию, сервис и конкурентный набор характеристик. Не устроить в нем может microUSB, отсутствие Wi-Fi 5 Гц, отсутствие автофокуса у фронтальной камеры и низкое качество ночных снимков. С удовольствием обсудим с вами Asus Zenfone Max Pro в комментариях. Всем хорошей недели и пока-пока.